Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game, и в этой серии мы попробуем то, что по случайности не получилось у нас в прошлой серии. То есть мне хочется взять слабое существо, может даже несколько слабых существ, и сделать это желательно в PvP-арене, вот здесь. Короче, и эти существа, вот допустим, вот тупо вот так вот берёшь, вот допустим, два таких существа. Ну и одного, вот такого, например, да, и усиление. Первым двум поставить усиление, клон, копирует показатели атаки здоровья противника. Вот, 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 вот так что ли взять. Ну, допустим, вот так. Последнее что? Наносит 50% атаки противникам в конце хода. Даже вот не знаю, что там взять бы. Ну, живучесть пусть будет. Не знаю, давайте попробуем. Как оно зайдёт? Зависит, конечно, от усиления. Если у противника нет отключающих усилений, всё в порядке. Если есть, то нам хана. Так, он получает баллы и два клона. Ну, блин, ну чё за прикол? Как оно так подбирает? Ну, то же самое. Ам-нам-нам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, поначалу сработало. Скажем так. Ну, дело в том, что я половину его самого сильного снял. И у него вот это усиление даёт плюс один балл. Ну, и чё теперь будет? Теперь что? Что теперь за разборки? Ну, типа, как бы ни о чём. Мой сильный-то целый. И сейчас остаётся. Ну, давай. Ну, я... Я тырию его показатели. Он... Он, короче, сам в шоке. Он не знает, что с этим делать. Ха-ха-ха. Ну, короче, такой прикол получился у нас. Ну, всё. Я его съел. Блин, реально. Ну, если есть усиление, да, можно сражаться теперь слабыми существами. Это прикольно. Прикольное усиление, да, можно теперь... Ну, Гоан Луня увидеть. Ливна сцелится на арене. И опять же, у него хищник, у меня амфибия. Я даже в такой ситуации в выигрыше. Тут можно одним Ливна сцелисом порешать. Будет прикольно сейчас. Бой, который затащил Ливна сцелис. Так сейчас так и будет. Вот, смотрите, он третий раз уже подменяет. Не знает, что делать. Караул, спасите, помогите. Я его сейчас буду дымажить. Ну и что? Ну вот, допустим, я его пробил. В принципе, я думаю, от Гоан Луни я тоже защитился. Так, а клонируется заново, нет? Нет, не добавляется до жизни. Ну ладно. А у него 50 не отнимется. А вот жалко, если бы отнялся, было бы хорошо. Понимаете, даже если бы он был намного сильнее меня, он бы скопировал мои слабые усиления. Ну, либо я его сильнее. Блин, я одним Ливна сцелисом затащил, ребята. Одним Ливна сцелисом. А-а-а! Один! Приатродона завалил! Это, короче, бой по крутости сравним с тем, где постиметродон завалил трех пахигалозавров. Это было весело. Фух, пофанились, ребята. Вот то, что я хотел сделать в прошлой серии. Так, вот теперь у нас есть такие ребята. Первого можно взять такого. Потом можно взять... Вот такого. И вот такого. Первому возьмем... Живучесть что дает? При получении смертельного урона существо выживает. Давай вот так вот. Ему это. Второму возьмем клона. Клоны, да, это более выгодно. Ну и воровство пусть будет. Я думаю, сейчас будет все в порядке. Ну, очень слабенькое усиление, конечно. Всего лишь 20 тысяч. А, это командное усиление. Ну ладно. Я бы лучше индивидуальное взял, если она больше дает. Ну, забавно, да? Эти усиления более забавные. Сидим, сидим, ребята. Ждем. На самом деле я уже могу подменяться. У него три. Давай такую на три. Молодец. Я подменяюсь. Делаем вот так. Сейчас мы своруем усиление. Она чуть-чуть сильнее станет всего лишь за. Три пятьсот. О, ничего так, шесть косарей. У него по нулям. Я атакую всего лишь на два. Ну, даже на один надо было поставить защиту. Какой у меня теперь горгазух шикарный, а? Шесть тысяч урона похищникам. Шесть тысяч урона. Так. Что мы сделаем? Давайте приятра Дона вызовем. Своруем усиление удара. Командное. И даже если я сейчас подменюсь, у меня будет числиться командное усиление удара. Я просто сейчас пытаюсь даже никого не потерять. Блин, ну тут, наверное, не получится. Хотя я сейчас должен... А, но воруется один раз, получается, да? Если бы я своровал жизнь, я бы выжил. Не, не выжил бы. Я специально хочу подмениться. Хочу... Своровать усиление. И пробить его. Должно хватить. А, чёрт, подживури. Но он меня тоже, в принципе, пока пробить не может. На четыре ему не хватит. Тринадцать тысяч пробить, да. Но ему деваться некуда. Хана. Ну вот это забавно вот так вот с ржатцем. О, вот так вот. Вот такие у дела, ребятки. Так, здесь обычные. Белая мгла. Здесь у нас кайнозои. Без усиления. Может, давайте заглянем ещё в кайнозои с усилениями? Давайте кайнозои возьмём. Блин, давайте возьмём каких-то слабых кайнозои. О, допустим, с Мелодончика взять. Арктодуса. А, по усилениям. Клон. Клон. И что здесь? При получении смертельного урона... Нет, это неинтересно. Хотя, ладно, пусть будет. Давайте пойдём. Тарам-парам-парам-пам-пам. 900-900. Слабенький один. Так, ну вообще там шикарно. Шикарно, ребята. Это очень шикарное... Шикарное усиление, ребята. Смелодон на три косаря от первого уровня. Шикарно. Где бы я ещё посражался с Мелодончиком? Против анкелодока. Вообще-то он мог бы подмениться на... Дедикура или кто там. Панцирник у него. Почему он не подменяется? Не понимаю, что он делает. У него четыре балла. Ты будешь атаковать? Смотрите, а упорно не хочет атаковать. Давайте пять. Почти покойник. А ему нужно атаковать на все пять. И то... Не, может, на самом деле не пробил бы. На два. И не пробил бы. Я атакую на четыре. И побеждаю. Так, а если подменится новое существо? Я сворую у него усиление или нет? Наверное, нет. К сожалению. Не восстанавливает. Это было бы вообще имба. А ну-ка, подождите. Клон, клон. Нет, оно только откорректировалось. Стало слабее. Ну как раз на четыре атакуй. Это великолепное усиление, ребята. Одно из самых крутых. Если не самое крутое. Ну, у него же далеко умеет преимущество надо мной. Почему он не подменяется? Странно. А, прикольно, блин. Так, ну вот, как бы, вот то, о чем я говорил. Ну, давайте. Я бы мог, конечно, пробить и Арктодусом. Я бы мог даже гигантофия его не атаковать. Я бы должен выжить был бы. Ну, не будем затягивать. Вот такая вот шикарнейшая, ребята, победа. Так, ну а на этом все. Всем пока. Еще можно под воду сходить, кстати. Тоже будет прикольно.